Знаете, ребят, это... Я бы не сказал, что обращение, но может быть неформально, оно и будет таковым являться. Почему? Потому что тема, как всегда, одна. Это, к сожалению, политика, которая грязная экономика. К сожалению, совки, которые не понимают, зачем они и потеряли всю свою жизнь. Давайте немножко покалякаем. Я не буду специально нарезать. Я не буду специально ставить цвет, как вы уже заметили. Я просто хочу поговорить о том, почему наши предки, почему у них нету своих мыслей. И почему у них тяга к тому, что сейчас вещают на всех экранах. Почему? Потому что у них нет своих мыслей, как вы не догадались. Не странно, да? И пропаганда, которая свалилась на них с момента рождения, с молодых ногтей, пионерия та же, к примеру, те же детские сады, где даже сейчас ведется пропаганда. Это, я думаю, никто из вас не отрицает, кто смотрит это видео. Это ужасно. Весь мир над нами смеется, но им похуй. Будем честны, не будем врать себе, но им действительно похуй. И это ужасно. Весь мир смеется, весь мир уходит из экономики, из нашей страны. А им все надо захватить. Ту самую страну, которая получила суверенитет в 90-91 годах. Им нужно. Почему? Потому что у них, опять же, нету своих мыслей. Им, они привыкли не думать мозгами. Я говорю это всем тем, кто родился в совке. Вы родились в совке, к вам с молодых ногтей наставляли сверху воспиталку или еще кого-то, чтобы она вас учила покорству. Религия, это та же покорственность, та же принуждение к говну. Попы, клопы, лучины, да? Помните замечательную фразу Невзорова? Попы, клопы, лучины. Сейчас гибрид, мы наблюдаем гибрид, совок, да, его пропаганда и попы, клопы, лучины. Такого, конечно, не было никогда, и лично вообще бы в мавзолее перевернулся, что такое вообще реально может быть. Такое происходит действительно. И, скорее всего, то, что получится дальше, будет носить характер некоторые, как тебе сказать, вещи, которые происходили с нами в 90-х. Я родился в начале 90-х, если кто вдруг не знает. Будет такая же нищета, будет такая же разруха, только немножко увеличенная в масштабах. Почему? Потому что кое-кто решил поиграть, сделать ставку на все, что он имеет. Кое-кто, сами прекрасно знаете. И я уже готов к тому, что я буду на родительских телевизорах просто блокировать неугодные мне каналы. это ответная цензура. Это нормально. Прекрасно знаете, что есть такое явление обратный сексизм со стороны женщин. Прекрасно знаете, что такое там ответная реакция. Вы прекрасно там, наверное, знаете, что такое обратный расизм. Еще есть такое выражение. Ну, я не знаю, может быть, я придумал, может быть, ну, по крайней мере, я нигде не слышал у блогеров вот обратный расизм, обратный сексизм и обратная пропаганда, так назовем ее. Ну, антипропаганда. И, скорее всего, к этому шагу я приду, потому что общаться с предками стало просто нереально. Это люди старой закалки, да, повторюсь еще раз, которым вбивали с молодых ногтей, что вы должны, вы обязаны рвать жопу и жрать всю жизнь картошку и ходить в рваных ссаных тряпках. И их приучили, действительно. Это абсолютно покорный народ, абсолютно покорный народ, которому все безразлично в их жизни, опять же. Они жизнь эту проебали, потеряли, они могли сделать ее лучше. Они этого не хотят, почему? Потому что, опять же, их прозомбировали, перепрошили, как, я не знаю, чип с флеш-памятью. И они говорят нам то, что говорят истилька. Если у кого-то вдруг подобная ситуация случилась, пожалуйста, давайте пообсуждаем это в комментариях. Ну, я думаю, навряд ли, конечно. Ну, вот такое неформальное обращение к совкам, которые сейчас идут с этой стороны туда на войну. Или, правильно сказать, на спецоперацию, да, все же, все же понятно, YouTube скоро заблочит. Это только дело времени, дело, так скажем, технорей, да, которые там работают. И разруха будет везде. У меня в квартире началась разруха неожиданно для меня же, потому что я вовремя не уделял некоторым вещам внимания. То газовая плитка, то еще какая-то херня, то плафон сгорел, то еще просто потому, что я не уделял внимания, не задращивался над какими-то вопросами, причем простыми вопросами. Что это такое плафон, блядь? Ну пошел посрать, а света нету. А там светодиоды, попробуй купи сейчас светодиоды с Алиэкспресса, попробуй подожди, что это все время мне без света срать что ли ходить? Со свечкой? Нет. С фонариком? Нет. Просто надо немножко мозги включать, я думаю. и так и придется из говна и палок лепить, восстанавливать то, что будет после разрухи. После разрухи. А разруха, во-первых, она была уже на таком зачаточном виде, можно сказать. Яма на дорогах, сами прекрасно знаете, пробки, перегруженные дороги сами же, да, где просто нахуеть неебически какие пробки. и главное это что? Главное в моей жизни это то, что я всегда мог иметь свое мнение. Не согласное с 90% как выясняется с большинством. Это главное. И правильно я начал избегать конфликты со своими предками, с которыми просто невозможно уже в одной комнате находиться. Правильно я избегал конфликта, правильно я уехал от них, правильно, в эту Самару, Сосару, но я все равно туда смотаюсь еще. Пока вот это временная халупа, однушка, и это навевает тоже на страх на еще один, то что помните прекрасно строили хрущобы, они до сих пор стоят, их очень много, сейчас сносятся в основном 50-60-х годов, либо где совсем уж плохая проводка, либо где-то уж совсем большой износ, потому что несущие там деревянные, которые имеют место уже ломаться. Не будем углубляться в ЖКХ. И как бы вот эти хрущобины они стали впоследствии временным решением на постоянной основе, так скажем. То есть строили, да, когда там коммунизм разрастется, пардон, я просто сам переболел этой херней в 20 лет, ну посмотрите, ну что я, наркоманом стал, алкоголиком что ли, да, но я имею право выпить в свое свободное время, и что мне, всю жизнь под чью-то дудку ходить, я не собираюсь. И вот вот эти хрущобины, которые сейчас стоят, серые, бездушные, как тоска моя серые, они стоять будут сто лет, сто лет, которые были построены в 60-х, 70-х, 80-х, хрущобины, в 90-х некоторые тоже строили до сих пор из кирпичей. И вот это временное решение оказалось постоянным, короче. И как бы мне тоже так же здесь на микроуровне не получилось. Как бы так не получилось, потому что я сопьюсь. Я реально сопьюсь, потому что живу я в селе, предки прозомбированы просто наглухо, все вокруг совки, все вокруг ватники, все вокруг запутсмана. И чего? Я, блядь, иногда начинаю охуевать. Охуевать, причем до состояния ора, ора. И поэтому что я? Помните, как Вилли Токарев пел? Только с горя глушу я водку, только водка не берет. Нет, водку я не пью. Мне интересно, невкусно. Во-первых, паленка сейчас одна, лучше самогонини сделать или взять у проверенных. Я не знаю. Водка, не пейте эту говну. Нет, ни в коем случае. И вот вся вот эта хрень сейчас свалилась, она будет еще как снежный ком накручиваться, накручиваться, наляпываться друг на друга, какие-то косяки с косяками слепятся, получится вот такой снежный ком, который уебет нахуй нас всех. Будет гражданское, может быть, я не знаю, гражданский конфликт будет, да? Несешься слово это произносить. Нам же затыкают рты всем. А все-таки холодильник пустой, он победит. Я знаю, что он победит, потому что, когда жрать станет нечего, мозги у человека так устроены. Когда есть, пожрать, думать не нужно. Во-первых, кровь-то вся в желудок уходит, правильно? Зачем думать-то? И вот, когда холодильник опустеет, мозги заработают на... у людей, которые там два, три дня не жрали, ничего, у них мозги совершенно по-другому работают. И тут остается понятие. Они пойдут лизать режиму текущему или они все-таки немножко образумятся? Я думаю, что и та, и та масса будет обязательно. Обязательно. Я не говорю, там кто-то в большинстве, кто-то в меньшинстве, но тем не менее. А совки, которые всю жизнь прожили и поняли, что прожили, наверное, зря свою жизнь при таком-то режиме и продолжают жить при этом режиме. Я их не понимаю. Не понимаю. Может быть, я должен родиться там в году в 85-м, в 75-м. Вот, наверное, если бы я в 85-м, 75-м родился, то, может быть, я совершенно по-другому сейчас говорю. Но вот эти внутренние конфликты в моей семье, где меня заставляли ходить по струнке, где заставляли всем лизать и давать взятки, подмазывать, по-другому говоря. Они дали мне пищу для размышлений. И вот такой я стал, который сидит сейчас вот здесь перед камерой и что-то там пиздит. Это хорошо с одной стороны. Но с другой стороны горе от ума. Горе от ума. Да, действительно. И ну, какой кайф осознавать то, что ты умнее других, не хвастаясь нигде, просто знаю, что ты поумнее, чем вот это вот быдло совковское, рожкованское, ватническое. Ты это в плюс. В плюс там, я не знаю, к самооценке. Это в плюс там. Ну, в карму я не особо верю. Ну, может быть, она и существует. Вот. Я иногда злорадствую. Злорадствуют, кстати, тоже говоря, совки. Я тоже, наверное, полусовок. Тоже у меня какие-то понятия, так скажем, устаревшие в моей голове. Ну, вот, сейчас придут тролли, мне нахуярят комментариев, что я не прав и ядерная бомба на аж все. Как тут мне один заявлял кремлеботик. Да? Да их много на самом деле. Я вот просто не пойму, пардон. Я вот просто не пойму, что будет, если финансирование на вот эту пропагандонскую хуйню закончится. Оно же закончится, все равно деньги закончатся. Это уже понятно. Откуда деньги брать на за кусок хлеба, ну, если, конечно, устроит голод, как это было, да, с продразверсткой, как-то так голодомором этим ебаным, блядь. Они могут это устроить, они это вполне вероятно могут. Но, с другой стороны, они же здесь все остаются. В Евросоюз чиновники не поедут. Их там никто не ждет, их туда не пустят. И это хорошо. Потому что мы остаемся со своей проблемой, со своей причиной один на один. Но я тут уже не буду ничего говорить на эту тему, я просто ее закрою. Сами поняли почему. и немножко сбился о смысле хорошо иду, хорошо болтаю, только нихуя не делаю. И делать надо. Делать надо как-то людей вытаскивать с этой ямы пропагандистской сикелевым, блядь, с прочими персонажами. Надо, но это не всегда возможно. К сожалению, некоторых людей в этой стране ничего не учат. И история тоже, но история, как вы сами знаете, не наука, потому что она переписывается много раз. История их жизни их же ничему не учит. К сожалению. Опять, наверное, дефолт будет, опять денег не будет, опять начнутся массовый криминал, пускай получат то, что они получат. А я был немножко умнее, мне немножко проще понимать, что происходит и куда это все идет. Идет, конечно, в пизду и в жопу. Но я рад, что я немножко умнее, чем свое предыдущее поколение. Это, конечно, мне бонусом, наверное, сыграет. А совкам я желаю, как бы они того не хотели, понять суть строения мира, да, а не то, что у них там в башке свой манимирок. У всех манимирок, у меня в том числе тоже. Иногда не дает мне покоя, но им, по-моему, объяснять, блядь, бесполезно, бесполезно, нереально. Ради 56 долларов они рвут жопу в день. Я хуею. Я считаю, что это, я понимаю, деньги бы были ради денег. И то три испытания у нас в этой жизни это власть, деньги и вещества. Кто-то не проходит по двум из трех, кто-то по трём из трех, а кто-то по одному из трех. Да? А кто-то проходит по всем. И цель жизни в том, чтобы вот эти три испытания, они не дали бы нам по шарам, по мозгам и по другим местам, чтобы мы оставались теми же благоразумными, блядь, а не сваливались в совок или ещё в прочую херню. Я считаю, что влияние должно быть минимально. Деньги, власть, вещества. В принципе, я вот вещества принимаю здесь, пивко пью, но я не сильно в таком угаре, не сильно там несу какую-нибудь хуйню, наверное, да? Напиши в комментарии, что несу хуйню. хе-хе-хе. А... Как тебе сказать-то? Ну, хрень, короче, надолго будет, блядь. Надолго. И долго и мучительно будет эта хуйня идти. Хуйня-муйня. Но главное, чтобы эта хуйня-муйня, которая наступит с нами здесь, в этой никому не нужной стране, как выяснилось, должна вправить мозги тем долбоебам, на которых там все еще собок. Это главное. И на это надо, наверное, ставки делать какие-то, что ли. Ну, предсказывать из меня предсказатель плохой. Ну, просто на чем вся страна это держится, так это, блядь, на телевизоре. Когда по телевизору будет опять этот, лебединый вальс или какой там играл в 90-х, я не помню, я в 93-м родился, как бы, я 91-го не могу помнить физически, только по записям, по рассказам. И когда холодильник опустеет, и по телевизору будет нехуй смотреть, может быть некоторые, я думаю, что не большинство, но башка у них должна заработать, в общем. Я желаю переболеть всем тем, кто заболел своим мирком, империализмом, совкизмом, ватничеством. Я желаю всем переболеть, как бы переболел я. Я, конечно, лояльность испытывал, по первости, когда учился в школе, я не понимал вообще, что со мной делают, и вот это обидно, то, что люди не понимают, что с ними делают в детских садах, что с ними делают в общеобразовательных школах, что с ними делают в ПТУшках, в технологиях, там тоже есть пропаганда. Я с ней там сталкивался. С 2012 года я понял, что к чему, и до сих пор вот как бы иду одной дорогой. Да, но тогда я болел с релинизмом, да, тогда я поддерживал гулагизм, прочую хуйню. сейчас же для меня это кажется, ну, то, что я был мудаком тогда, раз я на это клюнул, и раз я это поддерживал. И в этом-то нашей суть, в нашей жизни суть, то, что ты смотришь на себя в прошлом и думаешь, блядь, какой мудак, надо быть умнее. В этом заключается одна из смыслов в нашей жизни, что нужно быть, сука, умнее, а не жить так же, как жили наши предки, которые не боятся, что им останется только одна картошка, 23 блюда, блядь, из картошки, ходить будут все в ватниках и в лаптях. У меня есть страх, что это будет, у них нет этого страха. И вот это, блядь, знаете, заставляет меня задуматься. Их не заставляет, у них мозгов нет, они просто перепрошиты. Я, наверное, выговорился. Желаю им образумиться, всем совкам, рожкованам, которые еще не понимают вообще, как работает мир глобально. Да? И желаю им там, они все равно столкнутся, что значит желаю? Нет, они все равно столкнутся с проблемами, которые впоследствии произойдут. Спасибо за внимание, особенно за внимание. Я, наверное, пойду покурю.